Доброе утро, друзья! Снова начались прохладные дни. Я в Йейске иду в аптеку, как всегда. Вот этот аптечный пункт, возможно, один из дешевых. Фармснаб. Здесь я покупаю. Все лекарства приобрел. Теперь надо еще кое-какие шнуры, пару шнуров на питание камер купить, а то садятся во время записи. Вот такой вот, можно сказать, зимний Йейск в декабре. 14 декабря. Или 15 декабря. Сейчас. Так. 15 декабря. 1 градус тепла. Но ветерок холодный. Так, в общем, я шнуры не купил. Я их куплю на Алиэкспресс. Потому что на Алиэкспресс стоит шнур двухметровый. Плоский. Вот для питания камеры, в частности. 136 рублей. А здесь метровый. Фирмы, пусть не такой, не очень хороший. 450 рублей. Какая огромная разница. Плюс там еще доставка по тем шнурам бесплатная. То есть можно купить три шнура. Они будут все двухметровые, вместо одного шнура, который будет метровый. То есть видите, какая выгода все-таки. Поэтому шнурами пока подождем. Купим их на Алиэкспресс. И это будет надежнее. И тогда я не буду беспокоиться, бегать постоянно к фотоаппарату. Ведь я когда пишу очередную песню на концерте, я его включаю заново. Пуск, чтобы он снял. Потому что он не может более двух песен снять. Он, матрица, перегревается. Там написано в инструкции, что у меня нету видеокамеры специальной. Есть такие специальные видеокамеры, которые могут... Поставил на съемку и потом снимаешь и вырезаешь, что нужно. А здесь, к сожалению, немного по-другому. Поэтому нужны шнуры питания. Батарейки садятся. Сейчас еще в магазине, где все по 50. Ну, там уже по 55. Куплю зубную пасту. Она там более-менее дешевая. Ну и кое-что еще там, по мелочи. Кот летом сидел. Сейчас зимой сидит. Тут ремонт улицы идет. Не проехать по кольцу Никольского парка. Идет ремонт. Причем фундаментальный такой. Видите, убрали брусчатку. И я не знаю, что они будут тут делать. Скорее всего, брусчатку убрали, чтобы машину так вот не скоблили. И будут делать дорогу. С осыпанием. Грунта. Таким бетон. Видать, будет все-таки асфальт. Никольский. Никольский парк. Доброе утро, друзья. Сегодня 17 декабря. Я вот вчера называл 15 декабря. 16 число. Ну, даты мелькают так быстро, что приходится их вспоминать. все в делах, все в это, в заботах. Мы пока на прежней стезе. Вот, посещение, все поликлиники. Вот. Но это все равно, в любом случае, нужно. Это повседневная жизнь. Я не буду на это ответить. ремонтной работы в больнице. У нас снова направление на КТ. И запись была, сейчас вот записали, записались на 2 февраля, учитывая, что сейчас 17 декабря. Можете себе представить. То есть, если сейчас уже нужно лечение, то запись на КТ только 2 февраля. Естественно, мы пошли, сейчас заплатили за КТ. Пошли платно. То есть, в этой же больнице платно. Альтернатива буквально через полчаса нас примут. Также и гастроскопия тоже платная. Попасть так, талончиков нет. Это вот что касается опять медицинских услуг. Так, методом исключения. Сегодня такой поганый день. Холодный ветер такой, холодный-холодный. Минус примерно, ну, 3-4. Сегодня мы исключили желудок из, ну, это, Ленин. То есть, ищем причину воспаления. Остается сейчас по желудке, или желчи, или что-то еще. Вот, КТ мы прошли платно. Потому что все, кто тут приходили записываться, им назначали, как вот Ленин, 2-го февраля, другим 3-го февраля, и пошло. Но люди, естественно, не выдерживают. Им надо срочно лечиться. Поэтому они идут и оплачивают в кабинете платные КТ. Платная гастроскопия, соответственно. Потому что так талон вообще неизвестно, когда может быть. Это я говорю, как есть. Колоноскопия и все на свете. Все. И колоноскопия тоже платная. Вот. И сегодня, ну, это, как бы говорится, я вам уже об этом сообщал, что все, что бесплатное, альтернативное, то через месяц-полтора, когда идет возникновение обострения болезней, тем более, вы понимаете, да, что это ни в какие ворота не влазит, как говорится. Ни в какие рамки. Но тут еще другой аспект. Надя, Наденька, заболела. Заболела. У ней надо сильно к эндокринологу. Она не имеет голоса. Простыла так, что еще голос пропал, шепчет. Сидела здесь на приеме в поликлинике 3-й к эндокринологу. Со всеми готовыми анализами, которыми просрачивать нельзя. Она даже платные анализы сделала в другой платной клинике и пошла к бесплатному эндокринологу. Наступило 10 часов, приблизительно там без пяти, эндокринолог вышла и сказала, что больше она принимать не будет. Надя попыталась как-то сказать, а где платно принимает. Она сунула ей какую-то бумажку, где платно принимает. Возможно, она же, как можно иначе сказать, быстренько эндокринолог от работы в бесплатной клинике побежала на свою основную работу, где она может заработать конкретно денежку. И учитывая состояние Нади, что она больная вся, изможденная, без голоса, она все равно ее не приняла и даже, по-моему, что-то нагрубила. Вот, как сказала Надя. Ну, в итоге Наденька поехала в платную клинику. Спасибо большое моей подписчице Вере. Она проштудировала весь есть, где есть платные эндокринологи. Она сейчас, скорее всего, едет в платную клинику, чтобы заплатить эндокринологу, чтобы ее тут эндокринолог обследовал. Вот такие вот дела с медициной. Это еще раз повторяю, деньги есть, вы будете проходить все анализы, КТ, обследование, все. Денег нет, это будет пройдено, возможно, но только неизвестно когда. Месяц, полтора, а вот как вот в гастроскопии, там вообще талонов не было. Ну, и в нашей поликлинике, я уже сказал про нее, что там талоны лимитировано дают и все такое прочее. То есть, создается впечатление, что сделает это как бы своего рода намеренно, чтобы люди все-таки проходили платное обследование, оплатили ваши денежки. Сейчас мы тратим денежки на лечение, кроме всего прочего. Вот пока как-то так. А учитывая, что Надя еще так беспокоится за работу, там, говорит, у нее надо писать вот эти вот конец года, надо все эти на работе, там, музеи, в общем, надо быть обязательно на работе. Я говорю, да что же работа, надо лечиться, в первую очередь, а потом работа. Ну, вот видите, как. Ну, учитывая, что я сказал, там, минус три, да, будка показывает минус один градус за тот киоск. А ветер холодный и потому довольно прохладно. Нам было уже зимнего у меня. У меня есть пуховик еще с Дальнего Востока. Одеть. Уже пора. С самого утра, ребята, занимаюсь ремонтом печки. Здесь у нас, видите, как железо старое торчит. Я уже приготовил два листа вот таких. Сейчас буду их сюда прилаживать, чтобы не цепляться ногами. Работа еще тем усложняется, что вот здесь есть саморезы по металлу, они протыкают сразу, могут зацепиться. А есть те, которые там бетон или кирпич, там залито старое что-то было. Никак не идет. Приходится вот поведетым сверлом, потом по старому принципу чопики с деревяшки забиваешь и таким вот макаром потихонечку делаешь. Ну вот, вроде бы все. Был старый металл, стал новый металл. Запыхался. Друзья, добрый день. Сегодня 19 декабря. Вы знаете, погода стоит ужасная. Ветер. Даже калитку у нас постоянно открывает. Она, железо, остывает и расширяется пробел между калиткой и забором. Летом, наоборот, идет давление металла. И мне пришлось стесать, чтобы калитка не блокировалась. А зимой уходит так, что даже жало замка, который защелкивается, не достает. Вот я тут не знал, что мне сделать. Видите, обычно так не делается, обычно железным таким проходом все. А делается там какие-то столбы отдельно кирпичные, на них калитка. А так, получается, все железо стягивается и оттаскивает калитку от забора. Поэтому она открывается просто даже от ветра небольшого. Ну ладно, это все мелочи. Тут велосипедное колесо прокололи опять мои дочки. Там надо будет камеру покупать. Я сейчас занимался и колесом, и печкой. Ну, в общем, были некоторые домашние работы. Завтра я пою в городе Ельске в одной из организаций от ДК. 26-го, возможно, в ДК офицеров я тоже буду петь. Песни связаны с кинофильмом, там праздник новогодний. Вот. И сегодня мы вечером еще едем на УЗИ, лени брюшной полости и УЗИ. Мы проходим все обследование, мы ищем причину воспаления. Вот. Ну и, короче говоря, вот занимаемся такими бытовыми, нужными, к сожалению, делами. Одновременно я хочу успеть вас порадовать огородным концертом. На этот раз он будет новогодний концерт. как бы огородный, но он уже не в огороде будет, а я, в общем, не буду пока рассказывать вам секреты, чтобы был подарок к Новому году. Все-таки надо постараться, и поэтому сейчас многие усилия уходят именно на это. В своем павильоне снимать я, к сожалению, пока не могу. Ветер начинает рвать пленку, то есть не саму пленку рвет, которую я обмотал павильон, а пленка начинает трепыхаться, обжелезо тереться, и в этих местах появляются дыры, щели. В общем, там холодно, и тут даже дело не только во мне, что петь на минусовой температуре тоже нежелательно, но дело еще и в аппаратуре. И она стынет, стынет на холоде, и даже порой нету отклика от планшета, ты тыкаешь пальцем, а он не реагирует, потому что застывает. И вообще это нежелательно, использовать аппаратуру при минусовых температурах. Вот, сейчас я еду к Наде, она, к сожалению, заболела, причем очень так заболела серьезно, и поэтому я сейчас навещу ее, и заодно возьму костюм для завтрашнего выступления, потому что у меня дома хранить костюмы негде. Вот, и поэтому я поеду, заберу, подготовлюсь. Вот такие вот пироги с котятами. Иногда вы просите показать вам станицу улицы. Вот я от своей избушки, как говорится, поехал. Я уже показывал несколько раз, с правой стороны у нас кладбище наше, станичное. Я живу на этой улице. Меня не смущает то, что рядом кладбище. Даже наоборот, здесь и дорога не размывается, дождями за ней следят. Ну и попутно тихая улица. Вот так я езжу по станице. Это улица Западная, по которой я сейчас еду. Так, и поворачиваю я на улицу Седина, по-моему. Я все никак не могу запомнить эти улицы. Да, по-моему, Седина. Здесь у нас находятся ремонтные боксы. Когда-то в советское время они более активно работали, сейчас вот такие. Холодно, холодно, ребята. Очень холодно. Господи, это не Седина. Это Ленина улица. Я все перепутал. Это улица Ленина. Да. Вот я выезжаю теперь на Шевченко. Это здание я вам уже показывал. Это Есенские Зори. О-о-о. Вот так вот у нас ездят на трехколесных велосипедах и зимой, и летом. И женщины, и бабушки, и дедульки, и мужики, и все, кто... Дети тоже. Но дети сейчас не ездят. Холодно. 19 декабря. Ну, обещают, буквально через пару дней тепло. Тепло плюс один, плюс два. Может быть, будет оно. Ну, в любом случае, декабрь. Вот так вот. Быстро стало вечереть в Ейском королевстве. Мало того, что пасмурный день. Сейчас время полчетвертого вечера, а уже так... Ну, знаете, темно. Темно. Мы попали на обследование УЗИ бесплатное. Но для того, чтобы взять бесплатное, нам дали в станице талон. Надо прийти сюда, в поликлинику городскую, и взять в другом кабинете талон уже сюда. Но сейчас там никого нет. В коридоре тишина. Мы сидим, ждем. Я спросил в регистратуре, а она говорит, что где-то здесь, наверное. У нас время поджимает, нам нужно не опоздать ко времени. 206-й. 206-й. Этот кабинет закрыт, где нужно получить талон. 7 и 4-й находится сейчас здесь, 25-й. Они там кушают. Сказали, подойдет. Открыли. Сейчас вот этот талончик, и мы пойдем на УЗИ в другой корпус. Здесь видите, какое предпраздничное настроение. С Новым годом! В поликлинике. Нам сказали подняться выше, вот в этот кабинет. УЗИ. Тут сразу два зеркала друг на друга смотрят, чтобы снимать. Вот такая вот погодка в Ейске холодная, ветреная. В общем, мы прошли УЗИ и брюшной полости, все там замечательно. Кстати, врач Краснов, который делает поликлиники УЗИ, такой душевный человек, мы с ним поговорили. Вот действительно приятный собеседник. Он сказал, что все нормально, и даже нас как бы надо было на УЗИ почек посмотреть. Но он говорит, я тоже это посмотрел, там все нормально в протоки. То есть искать надо другого причина. А, нет. Ну, что, поедем домой. Меня удивляет другое, то, что талонов как бы нет. Вот. Аптека, то есть наша поликлиника в Есенке, она выдает талоны сюда, а здесь талон подтверждается. И здесь невозможно его взять, если ты не находишься в самой станице. То есть надо, чтобы станица отправляла. Та поликлиника. Но самое интересное, что талоны только на январь, как заявила здесь в 206 кабинете девушка. А если со станицы, то там как им выдадут по, как это называется, по ограничению. То есть будут ли там талоны. То есть вот такой вариант. Но сам суть вопроса, если даже на январь нету талонов, на январь кому-то есть, а нашей станицы нет, то стоимость УЗИ 310 рублей, если ты хочешь пройти, то не нужно никакой талонной системы. Это я опять говорю о том, что все поставлено, в общем-то, на рельсы такие. Вылечиться можно, главное иметь деньги. Но это откровенно уже. Другого варианта здесь нет. Здесь нет ничего такого, что я говорю, что-то такое выдуманное. Нет. Вот такая вот правда жизни. Талоны как бы могут быть. Или талоны есть. Но только там на февраль месяц, допустим, на какие-то обследования. А если ты хочешь это побыстрее, то это ты сделаешь, в принципе, за один день. И то, и другое, и третье, там, каждый по день. Там, ну, как кабинеты будут открыты. Есть касса, плати, лечись. Вот такая медицинская тема очередная. Просто мы, видите, проходим, и поэтому попутно эта тема развивается. Вот, как бы так. Мы заехали к Вадику вечерочком, сразу вот с города, и тут потемнело. Вадик вот включает иллюминацию, хочет показать, как у него тут все сделано. Вот, ребята, видите-ка. Это вот где мы тут, аппаратура стояла, видите, елочка красивая. Вот его летняя, как это называется, беседка. Или вот где люди отдыхают, забыл слово такое. Летняя аудиенция. На доме, на доме, вот как елочка у него, видите, горит, уличная. Вот такая вот иллюминация. Давай, вырубай на дом. О, весь дом подсвечен. Вот так вот. Видишь, ночники эти горят, все. Ой, ну, ночники, да, от солнца заряжаются и потом горят. Там могут, видишь, где подпрыгать все. Да, молодец. Все, ребята, ну, а мы поедем домой. Весь двор сияет, цветкает. Да, видите, у него все цветные здесь огоньки. Красенькие, синенькие. И весь двор вот этих огоньках. Хорошо, да. Ладно, Вадим, поехали. Ладно, давайте. Сейчас я воду только заберу. Давайте. Ладно, друзья, закончилась наша эпопея. Я прибыли, мы, в общем, домой. Будем ужинать. И готовиться к просмотру какого-нибудь фильма. А завтра на концерт. Пока всем. Такая вот тема в ролике. Пока, до встречи.